Клим Подкова. Скорый гонец в Кремль от пана Воробейчика. Статья за 7 ноября 2018 года. Глава облгосадминистрации пан Воробейчик вел неспешную беседу с начальником бухгалтерского отдела паном Копийкою. На прошлой неделе в городе появились молодые люди, всюду расклевывающие портреты Ию Тимошенко с лозунгами «Тимошенко наш президент, трезвая Юля или бухой Петро, сделай правильный выбор». Элегантная Тимошенко или в драных носках Порошенко. Ах ты, мать честная, сполошился тогда Воробейчик и срочно вызвал к себе первого помощника. Верной проверенной тактике никогда не класть все яйца в одну корзину, он вручил помощнику две телеграммы с одним и тем же текстом. Область целиком и полностью поддержит вашу кандидатуру на предстоящих президентских выборах. Искренне преданный вам Воробейчик. Эту отправишь президенту Порошенко, напутствовал он секретаря, эту Тимошенко. Смотри, сволочь, не перепутай. Однако пятая точка подсказывала Воробейчику, что предвыборные аргументы агитирующих за Тимошенко молодых людей куда сильнее присланных ему из Киева портретов Порошенко с предвыборным слоганом «Вместе со мной к дальнейшему процветанию». А своей пятой точке Воробейчик доверял куда больше, чем всем аналитикам вместе взятых. Поэтому сегодня он вместе с паном Копейкою соображали, сколько тысяч гривен передать народной заступнице на борьбу против ненавистного олигарха. Значит, Бог, как обычно, плакался. Грошей нема, зовсем нема. Но после того, как Воробейчик пригрозил спустить на него бульдогов из государственной фискальной службы, пусть выяснят, откуда у Копейки рублевая хатка. Тот признался, что гроши такие трошки-е. Заседание прервал вбежавший сын Воробейчика. «Сидите, за Юльку топите, а эта народная заступница Крым-москалям продает за сто миллиардов». «А ты сынку ничего не попутал?» – недоверчиво спросил пан Воробейчик. «Я?» «Вот». Воробейчик-младший достал из кармана смартфон и ткнул в него пальцем. Читай сам. Украина может потребовать от России 100 миллиардов евро компенсаций за Крым. Киев запросит эту сумму в случае победы на президентских выборах лидера Батьковщины Юлии Тимошенко. Эти средства Россия должна выплатить украинцам за изуродованную жизнь. «Если все пострадавшие украинские граждане подадут иски против государства-агрессора, то общая сумма претензий, рассчитанных согласно практике Европейского суда по правам человека, превысит 100 миллиардов евро», – говорится от имени Тимошенко на сайте ее партии. «Ох, умно! Ох, умно!» – одобрительно закивал головой пан Копейка. «Башка баба!» «Да как вы не понимаете?» – горячился Воробейчик-младший. «Ведь если Россия заплатит эти деньги, Крыма нам уже не видать. Скажет, что, мол, мы с вами за Крым расплатились. Понимаете?» «И что ты предлагаешь?» – пан Воробейчик попытался усадить сына на стул. «Как что?» – вскочил со стула Воробейчик-младший. «Срочно печатаем плакаты. Юлия Дулю, Порошенко наш президент». Пан Воробейчик усмехнулся в усы. «Ты, сынку, не кипятись. Вот водички минеральные попей, а холонь маленько. Во-первых, просить-то она просит. Да только кто же ей даст? А во-вторых, в его глазах зажегся хитрый огонек. Может и нам того продаться?» «Ты чего, пап?» – с недоумением посмотрел на него сынок. Пан Воробейчик погладил свои казацкие усы. «Был я этим летом в Крыму. Ах, как-то!» «Там живут сволочи и негодяи!» – подтвердил Копейка, также отметившийся летом на Ялтинском пляже. «Дороги москалей отремонтировали», – продолжил пан Воробейчик. «Мерзавцы! Коммунальные платежи пониже наших. Подлецы!» «Да и вообще жизнь у них не такая тоскливая, как у нас!» «Подонки!» – сквозь зубы выдавил Воробейчик младший. «Вот и я говорю. Так может и нам продаться, клятым москалям?» «Пиши!» Воробейчик положил перед сыном листок бумаги и начал диктовать. «Дорогая пани Юлия! Мы, жители области, истинные патриоты Украины, глубоко озабочены судьбой нашей многострадальной Родины. Сердце разрывается, в каком тяжелом положении мы оказались по вине злобных москалей. Дни и ночи мы думаем, как помочь нашей ныньке. И вот что мы решили. Мы продадим себя москалям за 100 миллиардов евро. Это решение далось нам большим трудом. Мы понимаем, какие страшные пытки и издевательства нам предстоит пережить в будущем, но мы надеемся, что миллиарды евро в бюджет ныньки Украины помогут возродиться нашей державе, стать могучим европейским государством, второй Швейцарии или третьим Монако. Со слезами на глазах мы идем в кацапское рабство. Братья, не забывайте о нас. Отомстите за нас. Слава Украине. По скриптум. 50 миллиардов евро, половину полученной от москалей суммы, оставим себе на организацию партизанского движения. Пан Воробейчик подошел к сыну и положил ему руки на плечи. Сынку, в твоих руках судьба всей нашей области, да и, пожалуй, всей Украины. Зашей письмо в шапку и езжай в Киев. Передашь грамотку лично в руки Юлии Владимировне. Скажешь ей. Докончить пан Воробейчик не успел. Дверь распахнулась и в кабинет ворвался первый помощник. Сидите! А соседи в Москву гонца отправили. Волим под царя московского. Пан Воробейчик вырвал из рук сына письмо, смял и засунул в один из карманов своих безбрежных, как черное море, шаровар. Сынку быстро наконять, фу, на БМВ и в Москву, в Кремль. Скажешь, мол, навеки разом. Одна история, одна судьба. И помни, сто миллиардов и не евроцентом меньше. Пан Воробейчик сел на стул. Воробейчик младший выскочил из кабинета. Пан Воробейчик сел на стул, в задумчивости потер семечко, вскочил, подбежал к окну и закричал вслед убегавшему отпрыску. Если скажут, что сто миллиардов много, соглашайся на пятьдесят. А если скажут, что пятьдесят много, скажи, что мы согласны и даром. Слышишь? Даром! Клим Подкова. Скорый гонец в Кремль от пана Воробейчика.